Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и в этом ролике мы сравним две метеостанции от одного бренда, а именно от немецкого производителя Bresser. Это метеостанции Bresser Clearview 7 в 1 и Bresser Forecast. Поехали! Друзья, прежде чем мы начнем, хотел бы напомнить, что на нашем канале вы найдете достаточно широкую библиотеку видеороликов на тему оптических приборов. Это как отдельные обзоры конкретных моделей микроскопов, телескопов, биноклей, зрительных труб и монокуляров, так и общие информационные видео на тему микроскопии, астрономии и в целом оптики. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых выходящих материалов на нем. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине Observer-msk.ru, приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну и также в описании под видео вы найдете ссылку на наш инстаграм-аккаунт, переходите и подписывайтесь, там достаточно большое количество интересных статей и красивых фотографий. Я думаю, вы не пожалеете. Ну а мы, пожалуй, начнем. Что такое домашняя метеостанция? Это многофункциональный прибор, который по сути является вашим личным метеорологом. Такие устройства дают информацию о текучих показателях температуры, влажности, воздуха, атмосферного давления, а также даже могут делать прогноз погоды на несколько дней вперед. Достаточно интересные инструменты для использования дома или на работе. Ну а сегодня мы рассмотрим две таких модели, причем от одного производителя, а именно от немецкого бренда Bresser. Это конкретно метеостанции Clearview 7 в 1 и Bresser Forecast. Не будем более тянуть, давайте переместимся к этим приборам поближе и рассмотрим их подробнее. Первый рассмотрим метеостанцию Bresser Forecast. Недорогое устройство для домашнего использования, состоящее из основной части с цветным экраном, адаптера питания для нее и выносного беспроводного датчика, устанавливаемого вне помещения. Датчик имеет пластиковый корпус и небольшой собственный черно-белый экран, отображающий показатели, которые он считывает, а именно температуру и влажность воздуха. Под задней крышкой находится батарейный отсек, элементы питания не входят в комплект, а также кнопки переключения между единицами измерения температуры, градусами Цельсия и Фаренгейта. Также кнопка теста связи со станцией и выбора одного из трех каналов передачи данных. Дело в том, что станция может работать одновременно с тремя внешними датчиками. При необходимости вы сможете отдельно приобрести два дополнительных, установить их в разных частях дома и назначить на разные каналы для получения комплексной информации о показателях температуры и влажности. На задней панели основного устройства расположена выемка для настенного монтажа, ножки для установки на горизонтальную поверхность, а также батарейный отсек и разъемы альтернативного питания для сетевого адаптера и кабеля мини-USB. На боковой части корпуса размещены все кнопки управления станцией. Кнопка яркости экрана или изменения режима настроек, изменение времени сигнала будильника, переключение между тремя каналами приема сигнала от внешних датчиков или перемещение вверх в режиме настройки, включение модуля Wi-Fi или перемещение вниз в режиме настройки, просмотр максимальных и минимальных показаний, зафиксированных прибором за все время наблюдений, а также удаление данных значений из памяти, ползунковый переключатель будильника. Основная особенность метеостанции Bresser Forecast состоит в том, что большую часть данных она получает из внешних источников, а именно различных метеоресурсов после подключения к ним с помощью Wi-Fi и смартфона. Самостоятельно в связке с выносным датчиком она фиксирует только температуру и влажность воздуха. После проведения несложных манипуляций с помощью смартфона и привязки станции к приложению MaxWeather, на экране заполнятся все поля с информацией о текущей погоде в выбранном населенном пункте, а также появится прогноз на ближайшие 4 дня, а в приложении, напротив, будут дополнительные отражены данные получаемой станции. Нужно отметить, что эти показания достаточно близки к тем, которые транслируют популярные метеорологические сайты. В дальнейшем метеостанция будет получать всю информацию через интернет-соединение с роутером, и наличие поблизости смартфона с приложением для корректной работы уже не потребуется. Итак, устройство отображает на экране следующие данные. Дата, время и день недели. Наличие или отсутствие облачности, грозы и осадков, а также их интенсивность. Всего 20 типов возможных иконок. Показания температуры и влажности воздуха самой станции и выносных датчиков. Единовременно на экране могут быть отражены данные только одного из последних. Общий прогноз погоды на 4 дня с указанием минимальной и максимальной температуры, а также облачности и возможных осадков. Текущая температура по ощущениям, атмосферное давление и направление и скорость ветра. Также отдельно хотелось бы отметить особо бодрящий сигнал встроенного будильника. Таким образом, Bresser Forecast это достаточно интересный прибор, который подойдет для использования дома, большой семьей или в рабочем коллективе, где есть потребность в трансляции информации о погоде широкому кругу людей. В прочих же случаях станция не имеет существенных преимуществ перед просмотром прогноза погоды на специализированных сайтах, так как большую часть информации она транслирует именно оттуда. Метеостанция Bresser Clearview 7 в 1 это более совершенный прибор, состоящий из основного устройства и гораздо более многофункционального выносного датчика. Помимо этого в комплектацию модели входит несколько необходимых аксессуаров. Сетевой адаптер с переходниками на розетке различных стандартов. Резервная батарейка для питания станции. Отвертка и метизы для сборки и крепления датчика. Кстати, последний можно установить не только на горизонтальной поверхности, но и на вертикальной через своеобразную комплектную струбцину. Также стоит отметить, что станция может работать и с дополнительными внешними датчиками, измеряющими влажность и температуру. Подключить к ней единовременно можно до 7 таких устройств. Комплектный многофункциональный датчик, как следует из названия, объединяет в себе 7 различных измерителей, которые реализованы в виде отдельных приборов на нем. Среди них Анимометр, прибор для измерения силы ветра, флюгер, измеряющий направление ветра, термогигрометр, дающий показания температуры и влажности окружающего воздуха, дождемер, учитывающий количество выпавших осадков и состоящий из датчика дождя, опрокидывающейся чаши и дренажного отверстия, ультрафиолетовый датчик, измеряющий интенсивность солнечного света и ультрафиолетовый индекс. Рядом с последним расположены также антенна, передающая сигнал на станцию и пузырьковый уровень. Для проведения точных замеров устройство должно располагаться строго горизонтально, кроме того, его необходимо выставить в соответствии с указателем направления, это важный момент для корректной работы флюгера. В нижней части датчика находится батарейный отсек, потребуется три элемента питания формата 2А для его включения, а также кнопка Reset для сброса связи со станцией в случае необходимости. Основной блок станции представляет собой небольшое устройство, визуально похожее на планшет, оснащенное достаточно крупным цветным дисплеем с диагональю 8,3 дюйма, собственным датчиком температуры и влажности и Wi-Fi модулем. На задней панели расположены ножки для установки блока на горизонтальной поверхности, углубление для монтажа на стену, вход сетевого адаптера, отсек резервной батареи, необходимый на случай перебоев с электричеством, а также несколько кнопок управления, отвечающих за переключение показателей в режиме настроек, регулировку контраста и яркости экрана, отображение различных доступных индексов, ручную установку даты и времени, а также будильника и оповещений, поиск внешних датчиков и устройств для подключения по Wi-Fi, сброс сигнала и повторная установка соединения с датчиками, переключение между единицами измерения температуры, доступные градусы Цельсия и Фаренгейта, возврат к заводским настройкам. В верхней части корпуса находится кнопка быстрого отключения будильника. Его сигнал все такой же бодрящий, как и у младшей модели Bresser Forecast. Дисплей станции разделен на несколько логических блоков с информацией о различных показателях, получаемой напрямую выносным датчиком. Фактически, несмотря на наличие Wi-Fi модуля, для корректной работы прибора подключение к интернету не требуется. Bresser Clearview использует его для несколько иных целей, а именно для передачи данных ресурсам-агрегаторам информации, получаемой с частных метеостанций и формирующих на основе нее собственный вариант прогноза погоды. Среди последних производитель рекомендует такие проекты, как Weather Underground, Weather Cloud и Automatic Weather Carton System. На передней панели находятся еще несколько кнопок. Среди них Channel, переключение между внешними датчиками, доступна работа с максимум 7 устройствами единовременно, History, отображение данных, полученных станций за последние 24 часа, Max Min, максимальные и минимальные показатели за весь период работы устройства, фиксирующиеся автоматически, Wind, Sun, Barra и Rain, переключение между различными данными о ветре, солнечной активности, давлении и осадках соответственно. Стоит отметить, что при сравнении получаемых станций показателей с информацией с популярных метеорологических сайтов, во многом она оказывается даже точнее, что скорее всего связано опять же с наличием собственного многофункционального внешнего датчика, передающего оперативную информацию о различных переменах в погоде в режиме онлайн. Давайте поподробнее рассмотрим данные, которые отражены на дисплее станции. Blockout демонстрирует уровень сигнала многофункционального внешнего датчика, а также показатели температуры и влажности воздуха, получаемые им. Блок Wind показывает направление ветра и его скорость в метрах в секунду, или в значениях шкалы Баффорта. Блок Index демонстрирует один из четырех показателей. Ощущаемая температура, точка росы, индекс тепловой нагрузки и коэффициент охлаждения ветром. А расположенный рядом сегмент Sun отвечает за значение интенсивности солнечного света, ультрафиолетового индекса и безопасного времени нахождения на Солнце. В нижней части данной секции отражены также время, дата и текущая фаза Луны. В нашем случае эта иконка полностью темная, так как день записи ролика совпал с новолунием. Блок Forecast показывает общий прогноз погоды на ближайшие 12 часов с точностью в пределах 70-75%, а также относительное и абсолютное атмосферное давление. Сегмент In отвечает за отражение данных о температуре и влажности воздуха, получаемых самой станцией. По виду смайлика можно судить об уровне комфорта в части температурного режима внутри помещения, где расположено устройство. В этой же секции демонстрируются показатели дополнительных внешних датчиков. Блок Rain показывает количество выпавших осадков в миллиметрах за час, день, неделю, месяц или все время работы станции. А в нижнем правом углу экрана доступны данные о времени восхода и захода солнца. Для получения актуальной информации по этим пунктам необходимо предварительно указать в параметрах станции значение долготы и широты вашего местоположения. Резюмируя, мы конечно же приходим к выводу о том, что за счет своего широчайшего функционала и полной автономности и независимости показаний от внешних источников, метеостанция Bresser Clearview 7 в 1 значительно превосходит первую модель из нашего видео, своего младшего брата Bresser Forecast, вследствие чего и признается победителем в этом сравнении. Более того, производитель предполагает ее использование в качестве помощника в сборе информации для независимых ресурсов, прогнозирующих погоду. А это говорит о высокой точности и ценности получаемых ей данных. Что ж, друзья, по результатам нашего теста и сравнения, ожидаемо выигрывает более старшая модель, а именно метеостанция Bresser Clearview 7 в 1, так как, по сути, она получает всю информацию обособленно от различных внешних источников. Ее многофункциональный датчик работает сам по себе как полноценная метеорологическая станция и всю информацию, друзья, он получает самостоятельно. В то время как конкурент в лице Bresser Forecast получает большую часть данных из внешних источников, а именно с различных метеорологических ресурсов. И, по сути, информация, получаемая им, ничем не отличается от обычного просмотра сайта с прогнозом погоды. Поэтому, друзья, наш выбор очевиден. Я надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Также, если у вас остались какие-то пожелания по тематикам будущих видео, вопросы или есть, что добавить к теме сегодняшнего ролика, обязательно все это оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока!